всем привет дорогие друзья и подписчики а также гости моего кулинарного канала где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд в этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления испанского омлета который готовится всего из четырех ингредиентов он получается очень вкусным мягким толщина зависит от количества ингредиентов и от диаметра вашей сковороды рецепт смотрите далее желаю вам приятного просмотра беру луковицу средней величины весом 100 грамм нарезаю ее соломкой сначала разрезаю пополам луковицу половинку луковицы еще вдоль пополам и затем нарезаю соломкой резанный лук пока убираю в сторону беру 4 очищенных заранее картофелин средней величины общим весом 400 грамм и нарезаю их тонкими кружками примерно толщиной по пол сантиметра на средний огонь ставлю сковороду наливаю у нее 120 миллилитров оливкового масла так как это испанский омлет они готовят только на оливковом масле и разогреваю его разогретое оливкового масла отправляю нарезанный репчатый лук и следом отправляю нарезанный картофель добавляю щепотку соли это примерно пол чайной ложки щепотку перца это примерно 3 чайной ложки перец черный молотый жарю до готовности периодически переворачивая деревянной лопаткой жарить нужно аккуратно как это кружочки они тоненькие могут поломаться буквально через каждую минуту переворачивать картофель вот у меня прошла минута я теперь переворачиваю картофель то есть до этого я его не мешал тут главное количество масла хорошо разогретое естественно чтобы сковородка была хорошая антипригарная и толщина самого картофеля так постепенно можно переворачивать пока не будем готовы есть картофель обжаренный картофель до сковороды выкладываю друшлаг чтобы с него тепло все масло вставляем пока в сторону чтобы масло все стекало глубокую миску я вбиваю 6 куриных яиц яйца теперь взбиваю венчиком взбиваю просто перемешиваю чтобы все смешалось до однородной стебелки и желудки сюда не добавляю никакой ни жидкости ни соль ни перец когда у меня все перемешалось до однородной стиль я выкладываю в яйца жареный картофель пока он еще теплый и тщательно аккуратно все перемешиваю яйцо облегала каждый картофель чтобы он не был слипшимся одним комком сковороду выливаю то масло которое стекло с картофеля на среднем огне разогреваю его разогретое масло отправляю свою яичную картофельную смесь делаю так чтобы картофель равномерно был распределен по всему диаметру сковороды яичной смеси готовлю таким образом омлет с одной стороны пять минут на минимальном огне через пять минут я беру широкое блюдо такое чтобы она была пошире чем диаметр сковороды чтобы мне было удобнее перевернуть омлет него ставлю обратно сковороду и выкладываю обратно обед уже другой получается стороной так его легче всего перевернуть не пробуйте переворачивать его лопаткой он у вас сломается готовлю еще одну минуту до полной готовности готовый омлет выкладываю на широкое блюдо можно теперь его разрезать и подавать к столу толщина омлета будет зависеть от диаметра вашей сковороды а также от количества картофеля и яиц если вы хотите более толстый омлет то уберите ингредиентов побольше можно даже картофеля побольше взять количество яиц оставить а примеру картофеля взять 500 или 600 грамм меня получился довольно тонкий но опять же все зависит от вашей сковороды от диаметра и и от количества ингредиентов можно 2 а то и в 3 раза толще приготовить такой омлет благодарю все кто посмотрел это видео до конца кому понравился рецепт не забывайте под видео нажимать палец вверх подписывайтесь если еще не подписаны и жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео желаю вам всего доброго